Ты будешь помогать или нет? Или ты будешь просто рядом красивая стоять? Красивая стоять! Всем привет! В этом видео я покажу рецепт из рисовой муки для волос. И для лица. Сделаю две маски. Одну нанесу на кожу головы и волосы, а вторую на лицо. Маска очень интересная и полезная. И для ее приготовления нам понадобится 3 столовые ложки рисовой муки, 1,5 стакана воды, 2 столовые ложки семени льна, 2 столовые ложки мягкого творога, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка геля алоэ и 1 капсула витамина Е. Переливаю воду в кастрюлю, добавляю рисовую муку, вставлю на плиту и варю после закипания 2 минуты. Все это время тщательно перемешиваю. Затем добавляю семена льна и вставляю под крышкой на 30 минут. Процеживаю через марлю. Небольшую часть смеси откладываю в отдельную емкость, это будет маска для лица. В большую часть добавляю творог, тщательно перемешиваю. Затем добавляю сок лимона, 1 чайную ложку геля алоэ и капсулу витамина Е. Начну я с нанесения на длину волоса и кожи головы. Лера помогает мне, она не смотрит мультики, поэтому участвует в процессе. Лера, тебе интересно? Да. Ты будешь мне помогать? Да. Как ты мне будешь помогать? Вот так. Хорошо, договорились. Смотри, какая она по консистенции. Привет, друзья! Сегодня я покажу маску для лица и маску для волос. Рисовая мука более полезна, чем рис, потому что она в измельченном состоянии. В ней большая концентрация полезных веществ, минералов, витаминов, жирных кислот. Маска прекрасно воздействует на кожу головы. Она избавляет от перхоти, благодаря компонентам в ходящем составе. Успокаивает кожу, избавляет от шелушений, стимулирует кровообращение, помогает волосам быстрее расти. Также маска полезна и для длины волоса. Она обволакивает длину волоса, заполняет мелкие повреждения. В общем, советую вам ее попробовать. Ты будешь помогать или нет? Или ты будешь просто рядом красивая стоять? Красивая стоять! Тщательно наношу на кожу головы. И затем перехожу к длине волоса. Когда мы были, мама не видит. Лера, извини, но меня не видно. И вот же мама, а мне ты сразу. Лера, давай я запишусь, а потом ты будешь записываться. Да, пошла. Все, я нанесла ее на всю длину волоса. Мне этого объема хватило. И сейчас я замотаю пленку и буду держать маску два часа. Потом смою шампунем, как обычно, и покажу результат. А, кстати, сначала я еще сейчас нанесу маску для лица. Очень приятный запах геля алоэ. И вообще маска носится комфортно. Рисовая мука, как очень мягкий, легкий скраб. Перед смыванием, кстати, вот хорошо будет помассировать лицо. Маска также очень полезна для лица. Она успокаивает кожу. Помогает убрать мелкие повреждения. Очищает ее. Маска хорошо увлажняет кожу, питает. Все, держу маску на лице 30 минут. Маску на волосах я держу два часа. Потом смою шампунем. Лицо смою водой. И, когда волосы высохнут, расскажу о результате. Лицо смоя будет программа. Нет, это я не тебе. Это я камеру. Сегодня у меня будет такая колбаска. Ты об этом хотела рассказать? Нет. Я хотела о Санне рассказать. Можете, какой у меня Саник? Можете на меня? У меня высохли волосы. Они, правда, очень мягкие. Кожа головы увлажнена. Действительно, как будто я применила пилинг. Нету перхоти, раздражения. Кожа очень чистая. Также приятные ощущения на коже лица. Еще, что касается маски для лица, во время того, как вы ее нанесли, она будет периодически подсыхать на лице. Этого не надо допускать. Когда чувствуете, что маска начинает подсыхать, смочите лицо немного водой и можете дальше ходить с маской. Напоминаю, держать ее надо на лице полчаса. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите колокольчик, ставьте лайк. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok